Я очень люблю свои волосики и ухаживаю за ними сама, стрижки делаю сама и делюсь с вами, мои дорогие, смотрим, как сделать вот эту классную стрижку. Привет, мои дорогие! Меня зовут Оксана и сегодня я покажу вам, как сделать вот эту классную текстурную стрижку в домашних условиях, как самой женщине сделать себе стрижку в подробностях. Очень простой и классный способ, которым пользуюсь я. Надеюсь, вам тоже понравится, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И давайте приступим к самой стрижке. Для того, чтобы было удобно стрижить, для того, чтобы волосы не разлетались, конечно, я предлагаю смочить волосы слегка водой. Вот так вот, пульверизатором, немножко с распылителем. На влажные волосы стрижка более аккуратной делается. Конечно, нам понадобится несколько видов расчесок, расческа с хвостиком, ножницы и несколько резиночек. Для того, чтобы волосы подготовить к самой стрижке, то ту процедуру, когда мы смочили, нужно это все хорошо прочесать. Да, тоже у меня спрашивают, как я ухаживаю за волосами. Ухаживаю я с помощью различных масел. Вот это у меня органовое индийское масло. Кому интересно, ссылку оставлю. Как видите, кончики у меня отросли. Конечно, пора уже стрижку делать. Стрижку я делаю всегда сама, регулярно сама делаю стрижки. Не хожу в салоны. Единственная моя задача, это сориентироваться от той длины, которую я хотела бы убрать. Ну, скажем, вот такую длину бы я хотела убрать. Сами кончики хотела бы я срезать. Как я сказала, понадобятся нам резиночки. И для того, чтобы стрижку сделать, и для того, чтобы она была аккуратной, конечно, нужно разделить весь волосяной покров на три части. То есть мы делаем вот такой центральный пробор. Все ровненько делаем, никуда не спешим, не торопимся. Если что-то не получилось у вас с первого раза, не беда. Все приходит с опытом, с навыком. Так, это у меня не очищающее средство. Это просто баночка для того, чтобы смачивать. Так, аккуратно. Все делаем аккуратно. И в дальнейшем делаем пробор. Отделяем, скажем, височную часть от затылочной. Забираем. С другой стороны делаем то же самое. Отделяем височную часть от затылочной. Кушку. И тоже отделяем. Вот ту часть височную, которую мы отделили, мы будем забирать в отдельный хвостик. Ту часть височную и часть макушки будем забирать в другой хвостик. Все это аккуратно нам не понадобится. Закрепляем прищепочкой. И начинаем стрижку со стрижки именно вот затылочной части. Саму затылочную часть тоже делим на два хвостика. Вот так просто пальчиками берем. И встречаемся пальчиками по затылку. Самую часть убираем вот эту верхнюю в хвостик. Она нам пока не нужна. Будем сейчас работать именно над самой нижней частью затылка. И что мы делаем? Берем нижнюю часть затылочной зоны и прочесываем. Тоже убираем в хвостик, но в хвостик, чтобы он у нас, вот видите, висел. И стараемся хвостик этот сделать по центру. То есть по центру он должен быть прям по центру нашей затылочной части. Убрали в хвостик. Вот что у нас получилось. Теперь вот саму длину будем регулировать именно исходя от длины вот этого хвостика. Вытягиваем вверх. Прочесываем. И видите, вот эту вот длину, которую нам нужно убрать. Вытягиваем прямо в сторону лба. И срезаем вот эту вот длину. Как я сказала, вот такую длину я хотела бы убрать. И ее мы срезаем. Для того, чтобы волос хорошо лежал, вот так вертикальным срезом, кончиками ножниц начинаем слегка филировать кончики. Таким образом стрижка будет более плавной и очень аккуратно ложится. Все, вот этот хвостик мы постригли уже и убираем резиночку. Следом идет стрижка у нас самой затылочной части. Самая основная часть, которая должна именно держать форму, которая должна придавать форму всей стрижке. И что мы делаем? Мы ее еще раз прочесываем. Слегка поднимаем вверх. Следя за тем, чтобы и вот эта вот верхняя часть тоже была очень хорошо прочесана. Таким вот образом прочесываем и тоже убираем в хвостик. Вот что у нас получилось. Теперь это мы все вот так резиночкой вытягиваем и по направлению к лицу все аккуратно так прочесываем. Вот ту длину, которую мы убрали с нижней части, такую же длину мы убираем и с этого хвостика. Делаем то же самое. Ровный срез. И теперь вертикальными движениями сфилируем кончики для того, чтобы аккуратненько все ложилось. Все, профилировали и отпускаем эту длину. Вот этот хвостик, который у нас на затылочной части, деталь, которую мы убрали, мы ее оставляем. И теперь что мы с ней делаем? Расправляем. То, что мы уже постригли, мы собираем в один большой хвост. За счет того, что в первую очередь мы постригли нижнюю часть, мы сформировали практически ту длину, которую хотим оставить. И одеваем хвостик. Вообще, для того, чтобы нам не мешался именно заниматься частью вот этой. Хорошо прочесываем. И челка у нас будет длинная, поэтому ее будем тоже выравнивать. Опять-таки берем резиночку. Резинки лучше использовать вот такие мягкие, для того, чтобы она не ломала волос, для того, чтобы не навредила волосам сама вот эта вот резиночка. И теперь выравниваем именно вот эту часть, также хорошо оттягивая в сторону перед лицом. И вот такую длину убираем. Вот так вот, длину выравниваем. И вертикальным срезом начинаем делать легкую филировку. Филировка чем ближе к корням волос, тем больше будет давать объем. Нам в этом случае, скажем, вот в этой стрижке объем не нужен. Нам нужен тот результат, чтобы именно кончики и форма хорошо ложилась, даже без укладки. Вот этот способ стрижки делает такую форму, что волосы ложатся и не нуждаются в никакой укладке. Вот, проверяем, также слегка филируем. Вот, что у нас получилось с челкой. Что в дальнейшем делаем? Для того, чтобы челка хорошо лежала, нам нужно, чтобы толщина ее тоже была неравномерной. Для этого сам срез, вернее, сам край волосяного роста отделяем в маленькую челочку. Вот пробор, который мы сделали, слегка вот так. Делаем еще и маленькую челочку. Это убираем. Делаем маленькую челочку. Стараемся, конечно, чтобы все стороны были одинаковые. То есть, от этого зависит, конечно, густота и аккуратность вообще в целом стрижки. Немножко неаккуратно вот так. Берем теперь вот челочку и делаем ее еще более короткой, чуть-чуть покороче сделаем, чтобы волна лежала равномерно. Примерно то же самое срезаем, уже без резиночки, примерно на сантиметров десять. Прочесываем и делаем также легкую филировку. Вот подобная техника, кстати, подойдет и для более коротких волос. Вот практически у нас волосы уже со стороны челки готовы. Теперь вот что у нас получилось. Теперь нам нужно выровнять височную и затылочную часть. Что для этого нужно делать? Берем. Разделяем на две равные половины. То есть, вот по самому пробору разделяем до самого затылка, до самой шеи практически. И счесываем в две стороны равномерно. Так вот у нас получилось. И практически проверяем длину. Любое ваше движение должно быть проверено. Как я уже сказала, длина должна быть одинаковой. Если ничего страшного в этом нет, Так же проверяем длину на ощупь. Мне не нравится, что кончики эти очень тонкие, поэтому я выравниваю слегка сам кончик. Вот таким образом. То же самое делаю легкую филировку. С другой стороны делаю то же самое. Вот так вот. Срезаю сам кончик. Делаю легкую филировку. И сейчас проверяю длину. Практически одинаковая длина. Теперь что мы делаем. Когда стрижка уже готова. Практически все это готовая стрижка. Прочесываем волосы. И смотрим, как у нас лежит сама вот эта вот челка. И мои дорогие друзья, вот такая стрижка у меня получилась. Стрижка, которая держит форму. Которая дает объем именно у лица. Которая очень имеет аккуратную длину. И которая очень удобна в носке. Она очень эффектная. Я могу сделать на основе этой стрижки очень много причесок. Я могу убрать в хвост. Я могу накрутить. Я могу сделать укладку. Я могу сделать все что угодно. Это базовая основная стрижка. Которая держит форму. Которая сохраняет длину. И которая украшает женщину любого возраста. Мои дорогие друзья. Я жду ваши впечатления. Напишите пожалуйста в комментариях. Понравилась ли вам эта стрижка. Делали вы когда-нибудь сами стрижку. Или возможно вы сделали и у вас что-то не получилось. Мне очень интересно знать ваши впечатления. Ваше мнение. Если понравилось ставьте пальчик вверх. Если у вас не получилось. И вы считаете что этим никогда не нужно заниматься. Ставьте пальчик вниз. Мне очень полезно знать ваше мнение. И мне полезно знать куда же двигаться дальше. Что показывать еще вам. Своих видео. Мои дорогие друзья. Я надеюсь что вы с пользой и удовольствием. Как всегда провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok